Зима не хочет сдаваться, в Чувашии похолодание, а ученики третьего лицея этому только рады. Пробежки босиком по снегу и обливание холодной водой входят в необычный проектный курс спецназ. Подробности у Марии Шоклевой. Здравствуйте, товарищи спецназы! Здравия желаю, товарищ старший лейтенант! Вот так с построения и исполнения своего гимна начинаются уроки спецназа в третьем лицее. Курс добровольный. Записаться на него может любой ученик пятого или шестого класса, но только после разрешения родителей. В течение полугода ребята изучают элементы рукопашного боя, учатся разбирать и собирать автомат, занимаются стрельбой. Затем на уроки спецназа приходят новые ученики. Спецназ, по-моему, это уже человек, который крепко закален, умеет мыслить нестандартно и обладает всеми этими качествами. Ну и хотелось бы немножко так ребятам эти вещи как-то преподать. В кабинете Игоря Анатольевича десятки кубков за победы учеников в соревнованиях по пулевой стрельбе в игре «Зарница». Но самое важное – ребята становятся патриотами, сильными духом и телом. Особое внимание на курсе уделяется закаливанию. На глазах удивленных прохожих ребята сначала делают зарядку, раздевшись до пояса, а потом бегают босиком по снегу. Мне не страшно. Водители мои очень обрадовались, когда узнали, что я попала на спецназ. Они подумали, вот вырастет настоящий мужик. Если кто-то все-таки заболеет. Ну, такие и есть. Я не скажу, что нет таких. Да. Но, в всяком случае, страх перед холодом они уже практически как бы теряют. Дальше ребята уже начинают обливаться, большинство обливаться. Если родители, например, не разрешают закаливаться или как-то обливаться, ходить босиком, то есть по каким-то причинам, то есть мы не заставляем это все, в принципе, на добровольных основаниях. Спецназ – это сила! Спецназ – это мощь! Могучий России! Надежный! Оплот! Мария Шоклева, Олег Якимов, Республика.